Трагедия в Париже заставила Францию присмотреть работу спецслужб. Ведь почти с первых часов говорили о провале, как можно было допустить, чтобы братья Куаши, один из которых за плечами имел тюремный срок, а второй вербовал наемников беспрепятственно. Средь бела дня в центре Европы совершили такое. Впрочем, выводы делают не только в Париже. Многие страны эта трагедия подтолкнула присмотреть политику безопасности, в первую очередь силы антитеррора. К слову, в нашей стране в этом направлении работают уже давно. Но, возможно, что-то подкорректируют и после французских событий. Из новостей недели в Беларуси опубликуют список, причастных к терроризму лиц и организации. О противостоянии главной угрозе 21 века. Александр Савенко. Если говорить в целом, у традиционных мусульман в Беларуси достаточно позитивное настроение. Омрачать веру, по крайней мере, здесь некому. Более 30 тысяч последователей пророка Мухаммеда, которые проживают в стране, это понимают. И потому на духовном уровне не приемлют все те радикальные идеи, которые стали слишком модными в ряде арабских стран. Об этом говорит и вот этот человек, Рустам, по профессии востоковед, по должности заместитель белорусского муфтия. Идет из других, из арабских стран, такие учения, что наши просто где-то люди, мусульмане, учатся у них. Потом они начинают эту идеологию проповедовать здесь и призывать к ней. Ну, здесь, конечно, и муфтият не находит с ними, скажем так, контакта и взаимопонимания, потому что ислам нас тоже самое призывает к уважению, к сохранению отношений и с немусульманами. Рустам уверен, под флагом исламского государства сегодня идут люди, которые плохо ориентируются в истинных ценностях мусульманской религии. И называть радикалами всех мусульман из-за них не стоит. К тому же в Белоруссии не было никогда никакой почвы для продвижения идей ИГИЛа. Восемь лет назад был инцидент, когда в одной из негосударственных газет перепечатали карикатуру на пророка. Так тогда суд над главным редактором издания поставил знаковую точку сроком на три года тюрьмы. Разжигание религиозной вражды нам не нужно, это официальная позиция. Такова позиция и всех верующих конфессий. Однако, как говорится, держать руку на пульсе людям, ответственным за спокойствие, в том числе и духовное, у нас все уже приходится. Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел во время проведения религиозных обрядов задержано 20 мусульман-салафитов, религия которых основана на принципах джихада и непринятии любых вероиспроведаний, кроме ислама. Эта операция проходила в конце прошлого года. Официально звучит так. Комитет госбезопасности совместно с МВД пресек деятельность незаконной религиозной организации, которая расположилась под Минском. В этом небольшом домике на протяжении некоторого времени встречались последователи радикального движения салафизм. Салафизм – направление в исламе, не приемлющее чужих национальных ценностей и традиций. В салафизме есть радикальные течения, которые приемлют экстремизм. И есть те, которые говорят, что не нужно прибегать к насилию. С точки зрения сохранения спокойствия в обществе, обе группы – потенциальные радикалисты. Умеренные, безопасные только сегодня. Но в любой момент они могут перерасти в радикальных. Всего тогда было задержано 20 мусульман-салафитов, 8 из которых были иностранцами. Как утверждают правоохранители, вот эта группа сформировалась под влиянием зарубежных миссионеров одной из арабских экстремистских организаций. Люди эти начали убеждать других мусульман-белорусов в нетрадиционных для веры действиях. Для чего и литература соответствующая была. Которая, кстати, признана экстремистской. Это вызвало недовольство не только у всего мусульманского сообщества. О том, что происходило в этом строении, на окраине одной деревень под Минском, хорошо знают местные жители. По пятницам здесь собирались те самые салафиты. Здесь проходил молебен. Гостей было предостаточно, все приезжали на машинах. Именно поэтому, соседи, говорят, испытывали некоторые неудобства чисто бытового характера. Они здесь, и здесь, и здесь поставят там машины вот так вдоль поставят. Ну, приехали люди, ну, что я могу сказать? Ну, ну, вот так отсюда и вот туда вот. Вы же оттуда же завершили? Вот полностью все заставили. И там площадка заставлена. Не один же человек в одной машине. Ну, а собираются в его беленький домик. А пройти, ходить отсюда начинают, отсюда. То есть это нехорошо. Вот так, и никакой религии. Безусловно, верить можно во все, что хочешь. Но так, чтобы не в ущерб другим. Задержанным гражданам Беларуси применены меры профилактического характера в соответствии с законом Республики Беларусь об основах деятельности по профилактике правонарушений. Задержанные же иностранные граждане за нарушение законодательства Республики Беларусь выдавлено за территорию страны. Тех, кто радикально настроен, террористов и людей, причастных к этому, можно теперь будет узнать и в лицо. Уже в конце января на сайте КГБ нашей страны появятся списки с данными о тайных экстремистах. В частности, информацию передадут сотрудники Совета безопасности ООН, антитеррористического центра СНГ, а также партнеры иностранных спецслужб. Меры жесткие, но весьма действенные. Публичность свяжет руки. В главном эфире Александр Савенко и Александр Горбачев.